МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! С вами Ольга Дмитриева. И Полина Толмачева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашей программе вы увидите насущные вопросы, благоустройство, строительство социальных объектов и другие актуальные темы рассмотрели в администрации округа в рамках круглого стола с жителями Голицына. Воссоздание истории. Глава округа посетил Звенигородский сквер, где обустроили излюбленное место времяпрепровождения писателя Антона Чехова. Воезная инспекция. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил качество ремонта детских садов и дорог в округе. Важно мнение каждого. Среди жителей Подмосковья проведут опрос о благоустройстве парков. На личном примере. Журналист газеты «Одинцовская неделя» узнал о работе нового центра диспансеризации и на один день стал их пациентом. Семь лет в строю. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи прошел праздничный концерт и награждение юно-армейцы. Сегодня свой день рождения отмечает Федеральное архивное агентство России, известное как Росархив. Служба берет свое начало с 1 июня 1918 года, когда был подписан декрет Совета народных комиссаров о реорганизации и централизации архивного дела РСФСР. Чем еще примечателен сегодняшний день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 1 июня 1725 года учредили орден Святого Александра Невского, одну из высших государственных наград Российской империи. Существовала она до 1917 года. Изначально орден вручали за военные отличия, но затем его стали давать в награду трудов за отечество подъемлемых. Члены Российского императорского дома были наследственными кавалерами этого ордена. Он состоял из трех знаков – золотого креста, красной муаровой ленты и звезды, и имел одну степень. Крест носили на ленте через левое плечо, восьмиконечную звезду на левой стороне груди. 1 июня 1933 года в СССР ввели в строй Челябинский тракторный завод. Первой его продукцией стали гусеничные тракторы С-60 мощностью 60 лошадиных сил. Работали они на легроиновом топливе. Спустя четыре года завод перешел на выпуск более экономичных дизельных тракторов С-65. В период Второй мировой войны на территории завода создали танкоград, на котором производили танки Т-34, самоходные установки Су-152 и тяжелые танки, ставшие лучшими образцами военной техники того времени. Сегодня потребители продукции завода тысячи предприятий России, стран СНГ и дальнего зарубежья различных отраслей деятельности, а также министерства и ведомства разных стран. 1 июня отмечают Международный день защиты детей. После Второй мировой войны в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. В этом же году на московской сессии Совета Международной Демократической Федерации женщин учредили сегодняшний праздник, а через год, 1 июня 1950 года, провели Первый Международный день защиты детей. Также в России сегодня отмечают День Северного военно-морского флота и День военно-транспортной авиации России. 1 июня родились композитор, основоположник русской классической музыки Михаил Глинка и американская киноактриса и певица Мэрилин Монро. Также сегодня свой день рождения отмечают советская и российская лыжницы, пятикратная олимпийская чемпионка, герой России, первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина. Круглый стол с местными жителями под руководством главы Одинцовского округа Андрея Иванова своеобразная форма контроля и исполнения протокольных поручений и сложных ресурсных задач. Такой подход к работе с обращениями граждан стал не только традиционным, но и максимально эффективным для каждого из сторон. Подробности в нашем сюжете. Максимально эффективно для каждой из сторон. Таким принципом руководствуются окружные власти при организации круглых столов с местными жителями. Мы все это делаем не для какой-то формальной отчетности, не для палочек-галочек, а все-таки для достижения конкретных результатов. Для нас это решение тех задач, которые перед нами стоят жители. В этот раз обсуждение коснулось насущных проблем для жителей Голицына. В их числе благоустройство и строительство социальных объектов, вопросы экологии и состояния дорог и дворов, несанкционированная парковка и работа общественного транспорта, снос недостроев и сфера ЖКХ. Было три выезда уже на Голицыно, и сегодня у нас такое широкое, прям замечательное совещание, на котором его замы, все структуры отчитывались о работе, о выполненных работах, о планах о работах, по всем самым горячим вопросам, которые есть у жителей Голицына. Обращениям, поступающим на портал Добродел и в социальные сети, уделяют особое внимание. Муниципальный ЦУР отслеживает, как уже исполненные заявления, так и те, выполнение которых жителей не удовлетворило. Эти вопросы глава округа держит на личном контроле. Он слышит нас, он проверяет каждое слово своих сотрудников, и результат этого взаимодействия, он на самом деле очень хороший. То есть у нас, видимо, убрали и растворный узел, и много порядка навели на самом деле. В ходе встречи ни один вопрос не остался без рассмотрения. По всем обращениям установили сроки исполнения и назначили ответственных лиц. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В Звенигородском сквере, который посвящен творчеству Антона Павловича Чехова, обустроили излюбленное место времяпрепровождения писателя. Здесь посадили липу и установили мемориальную скамью. Мероприятие посетил глава округа Андрей Иванов. Репортаж Елены Краевой. Здесь вот у нас Чеховская липа, домик фельдшера Барминцева, первое здание Звенигородской больницы. Два шага сделать. Здание, в котором, в столице которого Чехов принимал участие. То есть вот это, это чеховские места. И очень хорошо, что не забывают эти чеховские места. Прогуливаясь по экскурсионным тропам, можно не только узнавать историю мест, но и воссоздавать ее для будущего поколения. Так, во время осмотра достопримечательностей Звенигорода, зародилась мысль отдать дань памяти великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Зимой мы были в нашем прекрасном городе с нашими сотрудниками на экскурсии и посещали все места, в том числе место Чехова. И увидели вот этот пень, который тут стоит. И у нас родилась идея, а почему бы все-таки не возобновить живую липу на этом же месте, чтобы можно было сюда приходить, смотреть, думать, восхищаться и вдохновляться творчеством Чехова. От идеи до реализации прошло 4 месяца. Инициативная группа обратилась за помощью к зодчему Ивану Глазунову. Он нарисовал эскиз лавочки, которая теперь будет радовать гостей и местных жителей в том самом месте, где по легенде любил отдыхать Антон Павлович. Эта локация стала такой завершающей точкой всего нашего маршрута от центра города по Малиному Амврагу. Мы вместе с туристами приходим вот на эту локацию, на липу Чехова. Скамью установили в уютном сквере. Рядом с ней посадили новую липу. Оценить реализацию идеи смог глава округа Андрей Иванов. Для города маленький шаг, но для исторической памяти большой. Я уверен, что с открытием этой мемориальной скамьи у нас появится в Звенигороде еще одна точка притяжения. И это место будет привлекательно и для туристов, и для поклонников творчества Антона Павловича и для наших местных жителей. Торжественное мероприятие завершилось викториной по произведениям литературного классика. За правильные ответы на вопросы участники получили сборник юмористических рассказов. Среди присутствующих были люди разного возраста. Это еще раз говорит о том, что обновленная локация будет привлекательной для мудрого поколения и новых талантов нашего времени. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Первого июня в Международный день защиты детей Московский губернский театр совместно с Российским детским фондом проведет благотворительный показ спектакля «Книга джунглей Маули». Знаменитую сказку Киплинга смогут посмотреть более 700 детей из Москвы и Подмосковья, подопечные Российского детского фонда. Спектакль пройдет в сопровождении субтитров, что сделает его доступным для глухих и слабослышащих зрителей. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В лесах Подмосковья ожидается повышение класса пожарной опасности до третьего. За минувшие выходные на землях лесного фонда Подмосковья произошло одно возгорание на площади 0,2 гектара. На его тушение привлекли 4 единицы техники и 15 человек личного состава лесопожарных служб. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 800 100 94 00 или по единому номеру 112. В Подмосковье начались летние школьные каникулы. Минтранс Подмосковья призывает родителей напомнить детям о правилах безопасности на железной дороге. Так, несовершеннолетним не стоит гулять, играть рядом или на самих путях, перелезать через заборы на станции и платформы. При переходе путей необходимо пользоваться только оборудованными переходами на разрешительный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Также следует ожидать поезд только на платформе за ограничительной линией, а находясь рядом с железнодорожными объектами, не слушать музыку в наушниках и обязательно снимать капюшон, чтобы видеть и слышать все, что происходит вокруг. До 5 июня продолжается прием заявок на Международную университетскую премию в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Чтобы принять в нем участие, нужно указать информацию о проекте и его авторах, оформив заявку на официальном сайте проекта и выбрав одну из девяти номинаций, в том числе «Прорывные научные исследования и разработки», «Технологическое обеспечение», «Инновации в образовательном процессе», «Подготовка кадров», «Молодежный трек» и другие. Оргкомитет премии, отраслевые эксперты и представители органов власти выберут лучшие проекты. Церемония награждения пройдет 23 и 24 июня в Москве. Депутат Мособлдумы Дмитрий Глубков провел выездную инспекцию. Проверил процесс ремонта в двух детских садах Одинцовой и ремонтные работы на участке дороги в Лайкове. Летний период – благоприятное время для проведения дорожных работ, поэтому выполняются они на опережение. Материал Полины Баховой. Усиленно работает техника по благоустройству территории, ведется внешняя облицовка и внутренней работы. Пока воспитанники детского сада номер 55 распределены по другим дошкольным учреждениям, здание подлежит капитальному ремонту. Работы выполняются в срок, чтобы к началу сентября малыши пришли в обновленные помещения. Здание старое, 72-го года, постройки на 240 мест. Детский садик рассчитан. Пора ему придать новую жизнь. Все конструкции довольно крепкие и находятся в хорошем состоянии, но, конечно, требуют капитальный ремонт с точки зрения обновления всего. Торопятся завершить капитальный ремонт и в 10-м садике. Ранее при содействии депутата от «Единой России» здесь уже была обновлена детская площадка. Теперь вся территория учреждения будет выполнена в едином стандарте. Было обращение в мой адрес по поводу обновления этих площадок. Мы их обновлили несколько лет назад. Они находятся в очень хорошем состоянии. Но поскольку сам детский сад сейчас находится в капитальном ремонте, для того, чтобы синхронизировать, чтобы оба объекта, и уличные, и капитальные, были в одном состоянии, естественно, все это будет приведено в общий вид. Ремонтные работы проходят и на дороге протяженностью 700 метров по направлению к Лайковскому кладбищу. Подготовительные работы будут завершены максимум в понедельник. До следующей недели планируем при благоприятных погодных условиях ложиться в расходе рекомендации. Кроме обновления дорожного полотна, здесь перекладывают бордюры и делают в тротуар. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 1 по 4 июня среди жителей Подмосковья проведут опрос о благоустройстве парков. О том, как принять участие и какие парковые территории вынесены на голосование от Одинцовского округа, смотрите в нашем сюжете. Благоустройство территорий – одна из самых востребованных среди населения задач. По результатам опроса, проведенного по инициативе губернатора Андрея Воробьева, большинство жителей Подмосковья отмечают положительные перемены, связанные с обустройством парков и скверов. Поэтому с 1 по 4 июня в области пройдет опрос. Жители смогут высказать свои пожелания о работе мест массового отдыха. Мы провели опрос весьма большой. Приняло участие в голосовании 170 тысяч человек, и мы спросили, какие перемены вы заметили, и какие бы перемены вам хотелось видеть в будущем. Так вот, и то, что мы сделали, касается благоустройства, и то, что требуется дальше – опять благоустройство. В Одинцовском округе для голосования выбрали шесть территорий. Центр города Звенигорода, парк в центре Одинцова, парки Захарова, Раздолье и Малевича, а также Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Жители смогут принять участие в развитии наших парков, выбрать, какое они считают нужным благоустройством, какие развивать активности, какими событиями наполнять наши площадки. Поэтому призываю всех жителей, всех, кто ходит в наши парки, обязательно принять в этом голосовании участие. Голосование будет проходить непосредственно на самих конкурсных локациях, в парках и на общественных территориях. В каждом месте организован волонтерский пункт. Более 45 активных юношей и девушек будут информировать жителей об опросе, привлекать к участию и помогать отдать свой голос за тот или иной объект. Волонтеры на точках предоставят всем жителям право отдать свой голос либо методом перехода по QR-коду, либо голосование на сайте добродела или же голосование непосредственно на точке через бюллетень. Житель может подойти, оставить свое мнение непосредственно в бюллетене и оставить свой бюллетень в уровне для голосования. На каждой стороне бюллетеня подготовлено по одному вопросу с разнообразными вариантами ответов. Первый вопрос. Что вам больше всего нравится в парке? Это по девяти направлениям. Спортивные сооружения, кафе, водные объекты, тропинки, станции проката, парковки, фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования. И вторая сторона бюллетеня будет. Что, на ваш взгляд, необходимо дополнить? Такая обратная связь от жителей необходима для улучшения организации общественных территорий и повышения качества жизни в Подмосковье. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Центр национальных конных традиций на ВДНХ открывает летний сезон. Показательные выступления пройдут в первые июньские выходные. Гостям праздника расскажут об интересных конных традициях, продемонстрируют мастерство всадников Кремлевской школы Верховой СД и зрелищные элементы джигитовки. Вход свободный. О других событиях столицы узнаем прямо сейчас. Московский зоопарк с первого июня переходит на летний режим работы с 7.30 утра до 10 часов вечера. Начало лета – это самое лучшее время для посещения зоопарка. Можно долго гулять по территории, любоваться свежей зеленью и, конечно, представителями животного мира. В Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород пройдет ежегодный фестиваль пионов и ирисов с 5 по 25 июня. Лучшие цветоводы Москвы представят отечественные сорта и мировые новинки селекции. Также здесь вырастили собственную коллекцию пионов. В саду есть и редкие древовидные цветы, которые распускаются в конце мая. Их цветки могут достигать 20 сантиметров в диаметре. Со 2 по 4 июня в парке «Сокольники» пройдет фестиваль беременных и младенцев. Для гостей организуют выставочные экспозиции, лекции, познавательные мастер-классы, а также можно будет получить консультации лучших специалистов отрасли. Вход на мероприятия бесплатный, но нужна предварительная регистрация. Не переключайтесь, и далее в нашей программе вы увидите. На личном примере журналист газеты «Одинцовская неделя» узнал о работе нового центра диспансеризации на один день, став их пациентом. Семь лет в строю в Центре военно-патриотического воспитания молодежи прошел праздничный концерт и награждение юно-армейцев. Мечты сбываются. В инклюзивном клубе Одинцовского центра культурного развития состоялся творческий вечер Давида Контарии. Центр диспансеризации на улице Маршала Бирюзова открылся чуть более месяца назад. Но стремительно набирает популярность среди жителей округа. Журналист газеты «Одинцовская неделя» Александр Лычагин на личном примере проверил работу учреждения и поделился своими впечатлениями о качестве медицинских услуг. Подробности в нашем репортаже. Александр Лычагин трудится корреспондентом в газете «Одинцовская неделя» уже много лет. Работу свою любит и уделяет ей много сил, не забывая о семье. А вот на себя, как это часто бывает, времени не остается. Но в этот раз ему удалось совместить два дела. Получив редакционное задание сделать репортаж о новом центре диспансеризации в «Одинцове», журналист обследовался сам и был приятно удивлен грамотной организацией медицинского учреждения. Здорово! Мне прежде всего понравилось то, что я не пришел в обычную поликлинику, где много пациентов, то есть там люди работают замечательно, я также прошел бы тех же самых врачей, но я бы в процессе контактировал бы со многими, может быть, людьми, которые пришли лечиться конкретно вот с инфекцией. И вместо того, чтобы поправить здоровье или обратить на что-то внимание на свое, я бы просто подхватил какую-то болячку. Диспансеризация – это комплекс медицинских мероприятий, направленных на выявление хронических заболеваний. Поэтому каждый человек старше 18 лет обязательно должен проходить эту профилактическую процедуру. С 18 до 39 лет включительно диспансеризация проводится раз в три года. С 40 лет ежегодно. В те года, когда не проводится диспансеризация, проводится профилактический медицинский осмотр. Таким образом, у нас все взрослое население, если мы говорим о взрослом населении Российской Федерации ежегодно может пройти профилактическое медицинское обследование. Для людей, переболевших коронавирусом, предусмотрено углубленное обследование. Когда к нам пациент приходит, если он принес ковид, мы проводим мероприятия и из обычной диспансеризации, и из углубленной сразу, чтобы в несколько раз к нам пациент не приходил. Прием в центре ведут терапевты, а также узкопрофильные специалисты. Гинеколог, дерматовенеролог, рентгенолог. Кроме того, работают кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, процедурной и прививочной кабинеты. Вы сейчас проходите в девятый кабинет для забора крови. Вы не кушали еще сегодня? Нет. Не кушали. Пропускная способность учреждения около 60 посещений в смену. Очередей почти нет, и за два часа можно пройти всех специалистов. Результаты анализов будут готовы через несколько дней. Результаты отправляются на услуги МОСРЕП, на госуслуги, и уже в рамках телемедицинской консультации мы звоним пациенту и ознакомливаем его с результатами анализов, исследований. Если есть необходимость, направляем на второй этап диспансеризации и даем направление на какие-то исследования другие, может быть, и вне рамок диспансеризации. В платных клиниках подобные медицинские манипуляции стоят недешево. Прием одного специалиста обойдется в 2,5 тысячи рублей, а за каждый анализ придется заплатить от 500 до 1,5 тысяч. В среднем полный перечень обследований будет стоить 25-30 тысяч. Пройти диспансеризацию бесплатно могут все совершеннолетние граждане, прикрепленные к любому подразделению Одинцовской областной больницы. Доступность, понимаете, здесь можно приехать из любого места Одинцовского района, если ты прикреплен из округа Звенигород, Кубинка, Голицын, если ты прикреплен к обычным поликлиникам, которые входят в структуру Одинцовской областной больницы, пожалуйста, приезжай, проходи, очень здорово. Блок диспансеризации расположен по адресу город Одинцова, улица Маршала Бирюзова, дом 5А. Медучреждение работает в будни с 8 утра до 20.00, в субботу до 16 часов. Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг услуги mosrec.ru. По номеру телефона 122 через информаты или чат-бот в Телеграм. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялось награждение юно-армейцев и праздничный концерт в честь седьмого дня рождения Всероссийского добровольного детского-юношеского движения. Сюжет нашего корреспондента. Спортивные игры, мастер-классы по плетению сетей, культурные мероприятия. В парке «Патриот» встретились юно-армейцы со всей России. Здесь прошел форум «Юно-армия-семья», который посвятили семилетию Всероссийского движения. Также со сцены ребят поздравили от имени министра обороны Сергея Шойгу. За это время организация стала большой и дружной семьей. Объединила почти полтора миллиона талантливых, энергичных, целеустремленных ребят со всех уголков России. Настоящих патриотов нашей Родины. В вами реализованы множество интересных проектов. Проведены сотни мероприятий и акций, соревнований и конкурсов, экспедиций и смен в юно-армейских лагерях. Юно-армейцы учатся оказывать первую медицинскую помощь, разбирают и собирают оружие, осваивают огневую и строевую подготовку. Также находится и место для творчества. Ребята пишут сюжеты, сценарии и участвуют в организации мероприятий. Вчера проходила у нас ярмарка мастер-классов в рамках форума «Юно-армия-семья». И ребята там учились нескольким основам. Это плетение маскировочной сетки для участников спецоперации. Также они делали блиндажные свечи. Также в рамках акции поддержки участников спецоперации учились управлять дроном, проходили полосу препятствий на батутах. Лучших представителей движения наградили и вручили им медали «Юно-армейская доблесть». На сцене для ребят выступили приглашенные артисты, но и юно-армейцы не остались в стороне, подготовив творческие номера. «Юно-армия-семья». 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 Вообще в «Юно-армии» более миллиона участников. На данный момент уже миллион триста, если я не ошибаюсь. Вот эти ребята – это будущее нашей страны. Вступить в ряды «Юно-армии» может любой школьник в возрасте от восьми до восемнадцати лет. Для этого нужно обратиться с заявлением в штаб по месту жительства. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Научные сотрудники Гидромедцентра России предупредили об опасных волнах тепла. Аномальная жара ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Такие периоды очень негативно воздействуют на человека и провоцируют пожары. О других новостях России расскажем далее. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете оборота одноразового пластика рядом с Байкалом. В озере содержится порядка 20% мировых запасов пресной воды. Сохранение его экологии – важная гуманитарная задача страны. В будущем действия этого закона планируют расширить и на другие регионы. В Калининградской области научились синтезировать биологическую нефть из морских водорослей и отходов. Новинка, по мнению ученых, сократит количество выбросов парниковых газов в атмосферу, которые образуются при сжигании классического топлива. Кроме того, ноу-хау уменьшит промышленное потребление нефти, запасы которой ограничены. Разработку запатентовали калининградские ученые. В Татарстане прошел 31-й фестиваль русского фольклора. Он собрал 170 творческих коллективов со всей России, около сотни мастеров народного промысла и десятки тысяч гостей. Гуляния развернулись на 20 площадках. Традиция такого праздника насчитывает около трех веков и приурочена к престольному празднику Николая Чудотворца. В инклюзивном клубе «Изумрудный город» Одинцовского центра культурного развития состоялся творческий вечер Давида Контарии. Благодаря концертной программе «Мечты сбываются» участники клуба получат возможность выступать на сцене и делиться своими творческими успехами. Впечатлениями от мероприятия поделится Екатерина Крамбар. Давид давно мечтал о своем творческом вечере и вот его заветное желание исполнилось. В этот день юный исполнитель выступил перед своими друзьями, педагогами и родителями. В море возьми меня дали тали тару совой вместе с собой с собой Синяя вечность дорогой длинную и эти глаза напротив. К своему концерту Давид ответственно готовился и выбирал репертуар вместе с мамой. Иногда, знаете, даже на удивление какие-то вот старые советские песни когда воспроизводятся и вдруг он повторяет думаешь, поет вот знаешь эту песню я слышал то есть он очень хорошо на слов воспринимает и запоминает Вокалом воспитанник инклюзивного клуба «Изумрудный город» Одинцовского центра культурного развития занимаются уже третий год Занятия посещают в школе искусств классика Два месяца репетировал там еще в школе искусств еще в «Изумрудном городе» ездил на занятия туда Зрители с упоением слушали любимые песни в исполнении Давида дружно хлопали и подпевали а герой вечера в свою очередь выразил всем свое признание и пообещал чаще радовать своими выступлениями Екатерина Крамор Артем Ломоносов телекомпания Одинцова На территории Туркменистана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5 баллов По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра эпицентр находится в 55 километрах к северо-востоку от города Балканабад с населением около 90 тысяч человек Очаг залегал на глубине 2 километра информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала О других новостях мира смотрите далее На дне океана рядом с затонувшим Титаником нашли редкое золотое украшение с зубом гигантской акулы Мегалодона Исследовательская компания которая работает над созданием документального фильма об экспедиции сделала 700 тысяч фотографий лайнера и на одну из них эксперты заметили очертания похожие на зуб акулы Поднимать находки с места крушения по соглашению между Великобританией и США запрещено Поэтому исследователи с помощью нейросети хотят связаться с семьями каждого из 2200 пассажиров и найти законного владельца колье В том числе они просканируют лица пассажиров и их предметы одежды на архивных кадрах Однако пока нельзя с полной уверенностью сказать действительно ли зуб принадлежит древней акуле На сегодняшний день цена зуба Мегалодона может достигать 25 тысяч долларов В одном из отелей Калифорнии обнаружили необычного постояльца Морской лев проник в здание гостиницы и каким-то образом поднялся на второй этаж Однако слезть обратно самостоятельно не смог На помощь животному пришли полицейские Они сфотографировались с морским львом а затем помогли ему спуститься по лестнице и вернули его в естественную среду обитания Эксперты из Гарвардского университета на орбите Земли нашли застрявший космический мусор Обнаружение таких межзвездных объектов может помочь расширить знания о возможных инопланетных цивилизациях и технологиях могут ли некоторые объекты на нашей орбите быть связаны с другими звездными системами Для этого специалисты используют компьютерное моделирование и обсерваторию с высоким разрешением камеры И о погоде По прогнозам синоптиков сегодня будет облачно с прояснениями Осадков не ожидается Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла Ночью 12-14 Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба Относительная влажность воздуха 43% Геомагнитное поле спокойное Наш эфир подошел к концу Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационном выпуске в 20.00 А также следите за новостями в телеграм-канале Про округ А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале Про молодежь А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости присылайте их нам в чат-бот по QR-коду который видите на ваших экранах Наш эфир подошел к концу С вами была Ольга Дмитриева и Полина Толмачева Мы желаем вам прекрасного дня Смотрите нас каждое утро До свидания Пока